Медицинская энциклопедия на сегодняшний день насчитывает где-то 38 томов. Ну, где-то каждая книга по 500 страниц, там, вот такую энциклопедическую, ну, каждая представляет. В тибетской медицине существует тоже энциклопедическое вот такое издание, оно называется «Ганчжур Данчжур». Она имеет 365 томов, каждая по 10 тысяч страниц каждой. Вау. То есть это где-то примерно целый состав поезда, чтобы загрузить все это. Но это чисто энциклопедия, а к нему прилагается сколько книг, которые надо изучить, вычитать и так далее, не только читать. И тогда на базу этой знаний вы сделаете новый рецепт специально для вашего пациента. Да. С чем чаще всего обращаются к вам ваши пациенты? Ну, знаете, дело в том, что каждый регион имеет определенные свойства. Я, например, работал, например, в тропических странах, там больше проблемы с пищеварительной системой и так далее. В холодных регионах другое преобладает. Есть чисто этнические какие-то вопросы, когда, например, целая деревня кушает одно и то же, например, они болеют одинаково. Они обращаются вот так. Другие там болеют по-другому. Может быть, тот же самый как бы диагноз, но это проходит совсем по другому пути, потому что они имеют другой образ жизни, другие климатические условия, другой образ жизни, другое питание и так далее. То есть это тоже очень сильно важно. Даже тот же самый человек, который ко мне придет летом или зимой, он будет по-другому выглядеть. То есть там нету вот таких понятий обобщенности, потому что вот именно в том, что обобщение делает ошибку, потому что это нельзя делать, потому что вы никогда не можете Петю назвать Васей. Есть индивидуум, есть этот конкретный индивидуум, обладающий целым рядом показателей, которые мы должны учесть. И вот, например, когда многие спрашивают, какие вы болезни лечите, ну мне как-то становится не по себе. Я вообще-то болезни не лечу, я больше человека лечу, нежели чем болезни. Болезни надо от них вылечивать, а не лечить болезни. Ну это чисто такое орфографическое вот такое особенности, но на самом деле для доктора не должно быть легких заболеваний. Потому что даже самое-самое легкое заболевание может иметь очень тяжелые последствия. И когда-то в свое время даже хорошего хирурга спросили, какую самую тяжелую операцию, он сказал, аппендоктомия. Самая легкая-это аппендоктомия, самая тяжелая аппендоктомия. Вы упомянули раньше, что вы сами делаете препараты для ваших пациентов, что вы использовали? Ну, как вы знаете, в тибетской медицине все эти вещи, лекарства и так далее, вот как раз для каждого пациента делаются лекарства индивидуально. То есть учитывая все основные факторы. Дело в том, что у нас специфика подбора тех же самых трав очень своеобразна. То есть, например, я не могу пойти в любой herbal store, купить какую-нибудь там траву, применить. Потому что, ну, на примере, вот если взять, например, обыкновенную ромашку возьмем, да? Ну, вы знаете, в каждую ромашку, там она в пакетиках в русских магазинах валяется. Там где-то там вы можете, там в Whole Food Store придете, Камомайл, тип купите, сделайте тебе чай. А для нас уже 38 видов Камомайл, минимум, минимум. Потому что в зависимости от места прозрастания, климата, почвы, даже от Altitude, то есть высока в горах или в долине, или около там речных, или Rainforest и так далее, когда собрали верхнюю часть, нижнюю часть, до цветения, после цветения, то есть это разные вещи. Понятно. То есть даже, может быть, оказаться одна та же сама ромашка, выглядеть и пахнуть одинаково, но иметь совсем разные свойства. А у вас есть и ваши поставщики, которые вас... Да, именно поставщики, которые имеют, знают нашу специфику. Ага. Вам отправляют все эти... То есть дело в том, что, например, когда делается формула для лекарства одного пациента, например, составляется полностью формула отдельно. И, например, в данном случае мне нужен, например, плод, да, который произрастает только на юге Непала, но собранный в таком-то году. Потому что я знаю, что, например, в 95-м году там была засуха. Ага. И плод другой. А дождливый год, он другой. Интересно. Точно так же, как и савиньи определяют свойства вин, пробуют, говорят, вот это коза. Вот примерно, если взять, многие говорят, вот вы там через тюрьму дрите и так далее. А на самом деле так и есть. Вы знаете, чайный куст, обыкновенный куст, классический. Она в зависимости от места произрастания, как раз... А сколько сортов чая существует? Да. 700, где-то 77 тысяч сортов чая из одного куста, единственного чайного куста. Многие путают. Бывают, говорят, травяной чай. Нет, чай делается из чая. Поэтому он называется чай. А другие вещи из других растений – это анвар. Ага. И поэтому в данном случае, например, тот же самый чай взять, даже обработка. Поэтому, например, каждое вот это растение, которое применяется, и очень серьезная система обработки именно технологии. То есть опять перегреть, согреть, вытяжки и так далее. То есть каждое даже и само изготовление лекарства требует очень жестких правил технологического процесса обработки. Можно лечить врожденные заболевания тибетской медициной? Ну, знаете, дело в том, что есть врожденные заболевания, это разный тип. То есть вот, что чисто ряд генетических заболеваний, ряд именно нарушений развития. То есть есть очень много факторов, которые на это влияют. То есть начиная от радиации, кончая там многими факторами, тот же самое и сближение крови и так далее. То есть это именно генетика. Но мы должны учитывать это. Конечно, я, например, откровенно, который человек страдает генетическим заболеванием, но немножко будет глупо заниматься и обещать, и говорить, что я вылечу. Знаете, это немножко выглядит. Конечно, постараться улучшить ту ошибку, которая совершена нашей природой, но мы не являемся умнее природы. Мы не можем это исправить. Мы сделать, облегчить состояние вправе, а так исправить вряд ли. То есть, например, при врожденных пороках сердца, там делают операции, это прекрасно. То есть если есть возможность повлиять и изменить, я уже не говорю о тибетской медицине, мы имеем возможности, да. Но есть еще и европейская, есть другие милиции, которые могут это делать. То есть никогда не надо отрицать. Но если у человека врожденный порок сердца, нужно это зашить, это, например, сделать операцию, пускай делать операцию. Это быстрее, она больше помогает. Это надо использовать. Хотела спросить, можно ли любой человек стать доктором в тибетской медицине? Или просто для этого нужны таланты? Любой человек может. Знаете, точно так же, как пианист, как скрипачем. Но, как говорится, не каждый может стать Ростроповичем. Дело в том, что тибетская медицина, как и любая другая, как говорится, медицина, как наука, как любое другое искусство. Конечно, любой человек может им стать. Но, конечно, как искусство, оно требует определенных задатков. Даже в современной медицине есть доктора, есть доктор. С большой буквы. Понимаете? Это не только душевное, не только... Знаете, есть очень много вещей, которые можно... Не только интуитивно. Это надо родиться. Точно так же, как и художникам. Малярову много, художники в единице. И поэтому... Да, в Дарамсале, то есть в Северном Индии, там, где находится штаб-квартира Адалалама, находится громадный институт. Институт астрологии и тибетской медицины. Там может поступить любой человек. Но ему учиться надо лет семь-восемь. Вот, минимум. Но настоящих именно, которые должны в дальнейшем вести всю эту науку, всю какую-то культуру, какую-то философию, именно находят среди тех, которые должны это носить или их. И их готовят всю жизнь. Забирает с детства, с трех лет, и он воспитывается специально программой, специально прикрепленный учитель к нему. Даже и...